здравствуйте дорогие друзья приближается им кипур с огромной скоростью надо много сделать много еще записать себе давайте быстренько пройдем что мы еще не проходили ну во первых в общем да что происходит в этот святой огромный день великий день написано что в течение истории народ набравший достаточное количество ну как бы грубо говоря штрафных баллов в своем нравственном развитии выносит это решение в этот день на исчезновение вы потом через какой-то промежуток времени это исчезает у евреев немножечко не так почему они тоже также грешал как остальные но не исчезают как народ по одной простой причине потому что существует великий и невероятный день у кипур который стирает грехи но только надо правильно понять что он стирает это стираются грехи народа вот вместе если взять весь народ то в этот день бог прощает свой народ индивидууму надо работать во всех отношениях вот и до и праздника перед праздниками во время праздника много что надо делать во первых мы уже говорили о том что надо эти дни как-то меньше ругаться меньше гневаться меньше осуждать кого-то да папа опять продолжается да дают знаку больше чем обычно если честно интересная вещь дают знаку в память об умерших родственников имена которых упомянуты будут выскоре вот когда человек вызовы скор читает все многие приходят прочитать искор всенагогу там написано ради того чтобы я дал знаку в связи с чем это написано люди забывают об этом а это надо делать желательно еще перед емкипуром вообще надо знать одну важную вещь это время когда мы просим прощения не только у живых что само собой человек обязан пойти у всех кого он обидел пойти попросить прощения кстати три раза если чек тебя не простил это уже дальше его дело но еще и у тех кто ушел с этого мира ведь мы вольно или невольно обидели их при жизни того родители еще кого-то да именно поэтому согласно еврейскому обычаю например на похоронах просят прощения у покойного и закон гласит что если кто-то чувствует что он серьезно обидел ближнего душа которая уже покинул этот мир он должен прийти на могилу этого человека привести десять евреев сказать грешение перед богом и израиля с каким-то поступил так то если это преступление такой или поступок который в общем не хочется говорить говорят мудрецы можно прийти и самому тоже но делать это обязательно нужно как бы кроме того в емкипур если вы следите во время чтения опоминальной молитвы искор на мгновение вообще написала каббала в этот момент вот когда начинает читать искор открывается граница между физическим и духовным миром и наши души как бы на секунду касаются объединяются с души ушедших от нас близких и важно воспользоваться этой возможностью попросить прощения в этот момент и когда искор читаешь там даже если вы думаете что это они у вас должны просить бывает и такое да но правильно что вы просили у них потому что всевышний простил всех нас и удостоит сладкого года также как мы прощаем всех еще раз возвращаясь дают этот день больше за перед этим днем больше знаки и в духовном плане еще очень что значит духовном плане приветствует окружающих благословит браха вы от слаха говорят только хороший улыбаются обязательно несут мир положительный заряд приветливое лицо это все не шутка а очень серьезная составляющая подготовки к йом кипуру вообще это день покаяния возвращения к себе да а возвращение то снова человечество написано что еврейство вообще видит своих великой части большой наращивание человечность и поэтому я не просто так йом кипуру а чего зависит возвращение чем определяется позиция человека вот по отношению к собственным поступком обратите внимание одни люди всегда говорят ой что я надел зачем то есть люди ищут себе какое что-то как бы ну ковыряются в себе а есть другие которые находятся правыми в любой ситуации мы ну так случилось так я должен это виноват вася петя коля кто угодно а браша но не я что здесь происходит какой вообще написанный механизм определяет вот кто прав кто нет вот механизм очень умный его нету вообще нету человек свободен и потому он один решает а как именно решает то рассказано уже много раз говорили не просто так смотри я предлагаю вам всем благословение или проклятие благословение если будете слушать заповеди господа так а проклятие если не послушать что непонятно все понятно вот я заповедую вам делать как лучше а если человек делает хуже а потом говорит ой почему это почему то а как бог это допустил а как это случилось а ты где был ты же выбрал не его дорогу поэтому этот день возвращения возвращение на его дорогу вот это то что у нас есть свобода выбора что мы можем ошибаться делать что-то так или не так это основополагающая вещь вере вообще вера в свободу выбора также важно и как вера в то что тора получена с небес это не мной сказано это великие мудрецы если человек понимает свою свободу в этом да то он понимает ответственность свою и понимает почему надо раскаяться в емке пур потому что он за все отвечал он совсем не справился храма нет нет войны идут идут что это означает это значит что мы все вместе и каждый из нас по отдельности свою работу делает плохо а значит что надо делать вернуться к началу улучшить работу и получить лучший результат в следующем году вместе с хорошим приговором и печатью на браховая слыха